Богородице, дева, радуйся, благодатная Бариня, Господь, слава. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вот прошла еще одна неделя, наступил воскресный день, и мы, как всегда, с большой радостью спешим в святой храм. И, как всегда, с большим вниманием слушаем евангельское чтение, которое для нас назидательно и полезно. В последний день, в день великий праздника, стояше Иисус из вашего глаголя, «Аще, кто жаждет, да придет ко мне и пьет. Веруя в мя, никто же, рече Писания, яка же рече Писания. Реки от чрева Его истекут воды живы. Сие же рече Адусе, Его же хотяху примять и верующие во имя Его. Не уба бе дух святый, яка Иисус не убе прославлен. Мнози же от народа, слышавши слово глаголаху, сей есть воистину пророк. Друзие глаголаху, сей есть Христос. Ове же глаголаху, игда от Галилеи Христос приходит. Не Писание ли рече, яка от семени Давидова и от фефлеемские веси, и деже бе Давид Христос приидет. Распря же бысть в народе Его ради. Не цежет не хотяше яти Его, но никто же возложи на нь руцы. Придожа же слуги к архиереям и фарисеям, и реша им тии. Почто не привидосте Его, отвещаше слуги. Николи же така есть глагол человек, яка сей человек. Отвеща уба им фарисеи, игда и вы прельщены бысте. Еда, кто от князь верова вонь, или от фарисей. Но народ сей иже не весь закона прокляти суть. Глагола Никодим к ним. Иже пришеды к нему ночью, един сый от них. Игда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде. И разумеет, что творит. Отвещаше и рекоша ему, игда и ты от Галилеи си, Испытай и виш, яка пророк от Галилеи не приходит. Паки же им рече Иисус рече глаголя. Ас есть свет миру. Ходяй по мне, не имать ходите во тьме, Но имать свет животный. Услышав сегодняшнее евангельское чтение, Мы понимаем, сегодня праздник Троица Святая. Бог создал мир. Насадил его. И создал человека, Которому служит вся тварь. И все, что живое на земле. Живи, радуйся, благодари Бога. Но человек согрешает. Адам с Евой нарушают закон Божий, И Господь изгоняет их из рая. И с тех пор люди ходят во тьме. Но Господь любовь. Он всячески старался удержать людей от падения, Посылал пророков, учителей. Но нравственное разложение достигло страшных размеров. И Господь посылает Сына Единородного Для спасения рода человеческого. И о нем говорится, мы слышали в Священном Писании, Сегодня говорилось, Яко свет миру, кто исповесь за мной, И тот не будет ходить во тьме, Но будет иметь живот вечный. Господь свет миру. Господь Иисус Христос пришел в мир Нас и нашего ради спасения. Отцы Церкви учат нас. Он дал нам... В Священном Писании звучат следующие слова. Он дал... Он дал есть нам свет и разум, Допознаем Бога истинного, Которого никто же, Видя нигде же. Отцы Церкви нас учат. Он уяснил для нас нашу собственную судьбу, От ее начала до конца. Возвести в нам о нашем происхождении И высоком предназначении. О нашем падении И средствах к восстановлению. Он открыл нам и тайну бытия мира, Его начала, цели, отношения к Богу и к человеку. И ныне, ходя во свете лица Христова, Мы видим все существующее в истинном виде, Хотя видим верою, а не знаниям. Потому что область святых истин, Открытых нам Христом, Есть область вышеопытная И не подлежит ни нашим чувствам, Ни исследованиям нашего разума, Который даже на самых высших степенях своего развития, Пока человек остается во тьме, В состоянии только гадать о ней И высказывать одни мнения и предположения. Далее. Но свет не только свет светит, А и живит, способствует развитию, Возрастанию, созреванию живущих существ. В Священном Писании звучат следующие слова. Аз есть свет миру, Ходя и во мне, не имать ходите во тьме, Но имать свет животный. Отцы церкви говорят следующее слово. Христос есть для нас свет животный, Потому что просветив наш разум, Истинами веры и надежды, Просветил и нашу волю истинами любви, Указал нам путь живота духовного, Уяснил нравственные законы, Которые, хотя начертаны в нашей совести и сердце, Но вследствие грехопадения омрачились в нас и ослабили. А с другой стороны, потому, Что способствует нам, Своей благодатью, Идти по этому пути живота, Возрастать и укрепляться в христианском благочестии, Приносить духовные плоды, Как действует в нас, И ежеходите, и ежедеете, Все доброе о благоволении. Дорогие, Христос это свет, Это жизнь, И мы это понимаем и осознаем, Но это великий труд для каждого христианина, Следовать им путем Христа. И Господь сам прошел по этой земной жизни, Бог стал также Бога человеком, Нас и нашего ради спасения, Показав нам на своем опыте, Сам, как нам жить, Как нам идти дальше, И как нам себя вести, И как нам верить. И далее, Чтобы мы получили спасение, Чтобы мы были оправданы, Он страдал, Будучи безгрешен, За наши грехи на кресте. Затем Он умирает. Затем своим воскресением Он дарует жизнь вечную. Господь спаситель, Господь помощник и покровитель, Но пришло время, И Господь возносится на небо. Но Бог не может оставить людей без попечения, Мы не мощные, Мы грешные. И Дух Святый Сходит на каждого человека, Который стремится к Богу. Дух Святый сходит на апостолов, Через которых эта благодать, Через таинство, Передается каждому православному человеку, Который этого желает, И который стремится к Господу. И сейчас Дух Святый, Помощник, Хранитель нас. Если Господь основал церковь, Мать, Которая нашу, Которая ведет нас к спасению, А Христос глава церкви, То Дух Святый Всегда обытает там. Бог всегда в храме. Как же мы можем получать Эти драгоценные дары Духа Святого? Через таинство. Через таинство, Которые установлены нашей церковью. Через крещение Мы становимся Божьими людьми. Благодат Святого Духа Сходит на человека, Омывающегося в водах. Через таинство причащения, Покаяния. Мы получаем благодат Святого Духа. И мы можем идти по этой жизни достойно. И главное, с Богом. Вот почему мы И празднуем торжественно Этот праздник Святой Троицы. Потому что Господь Он нами не постижим. Мы не можем даже ощутить И понять того величия. Мы только можем верить в это. И идти за Богом. И все мы можем только взывать сегодня. Бог Отец. Бог Сын. Бог Дух Святый. Святая Троица. Спаси. Помоги нам Идти за Тобой, Господи. Помоги нам делать то, Что Ты нам учишь. И для чего Ты нас создал. Для жизни вечной. Для рая. И мы этого хотим. И мы это просим. Поэтому мы особенно И чтим этот прекрасный праздник. И попросим помощи Божьей. Чтобы Господь укрепил нас. Чтобы Святая Троица Помогала нам Идти по этому земному пути, Чтобы у нас не давать жизнь вечную. Аминь. Бог на помощь. Ангела хранить. Бог на помощь. Субтитры создавал DimaTorzok